Аль-Таир, мне нужна помощь! Я кое-что взял у одного из людей Тамира. Они ищут меня, пожалуйста. Проводи меня в безопасное место, и я с тобой поделюсь. Люди, подходите. Посмотрите на мои товары. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Тебе конец! Сюда, да, позволь показать тебе... Не потеряйте его! Сюда, с дороги! Это добро мне. Аль-Мей! 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 Кто видел, что здесь было? Что здесь произошло? Мы в безопасности. Отсюда я доберусь сам. Вот, возьми. Это что-то вроде приглашения. Надеюсь, оно поможет в твоем деле. Что беспокоит? Кто это сделал? Чего это он так торопится? Похоже, он куда-то очень... Подходите, подходите. Большая распродажа. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищите. Их ты мог! Люди подключены. Почему же он бежит, как у горит? Войны пожирает землю. О, похоже, ты точно не знаешь, что тебе нужно. Что, в этом правда была необходимость? Осторожнее, ты мог интересна. Ну, шибить меня. Ты это видел? Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Санна, зачем ему это? Ты смеешь кричь меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Сабона, перестань! Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебе тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Креда, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силаах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самое важное в его жизни. Он будет занят своей работой. Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежным. Я отпускаю тебя. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Перемотка на более поздний участок памяти. Умри, вор! Вор! Грязный вор! Прекрати, ты делаешь мне больно! Ты смеешь красть меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Я к твоим услугам! Куда он так спешит? Лучше там тебя нигде не найти! Может, за ним клонится кто-нибудь? Тебе нигде не найти товар лучше, уверяю тебя! Не стоит ему так бегать. С чего это он так работает? Хоть что-нибудь. Боже, ты выбрал правише место! Нет лучше торговца, чем я! Умоляю вас, господин! Всего пару монеток! Нет, умоляю! Не ухай! Я хочу ездить, я так была одна. Подайте хоть чуть-чуть. Мои родные друзья... Взгляните сюда! Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все — очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Так, я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу — вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Томир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? Да я только начал. Нет, нет. Ой. Ты явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. И посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место. Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Мои родные больные пухнут с голодом. Подайте пару монет. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. Я хочу нести, я там золотна. Ужасно. Что дайте хоть чуть-чуть. Рот ходите, смотрите, мой товар. Дегтябрь не случился. Я не понимаю, у меня совсем ничего нет. Я не понимаю, у меня в отличной цене. Лучше там тебя нигде не найти. Нет, умоляю. Я не знаю, у меня в отличной цене. Я не знаю, у меня в отличной цене. Успокойся с миром. Ты заплатишь. Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. считаешь я простой торговец смертью наживающийся на войне сделал странный выбор не кажется почему меня когда многие делают тоже значит ты считаешь себя особенным это так потому что моя цель выше чем просто деньги как и у моих братьев братьев он думает я в теле один я обещать дело со своей частью работы скоро ты узнаешь об остальных не понравится то что ты сделал отлично уже предвкушаю их смерть столько гордостей она погубит тебя дитя в и вот вот и вот в Продолжение следует... Талант, от него не скроешься. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Талант, от меня дошли известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир, тебе нужно рассказать все Альмуалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти. Ты смеешь красть меня на глазах? За это ты поплатил за жизнью. Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Не скажите мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки неделя. Уже шесть дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на мое место. Меня удерживает в запертий группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовешь. И что вы от меня хотите? Хм, подумаем. Не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Эй, у меня есть вопрос, на который вы можете ответить. Какой? Почему люди там иногда говорят так, будто они из будущего? Будущего? Ну, то есть настоящего. Как сейчас. А еще вы, вероятно, удивляетесь, почему понимаете языки Святой Земли? Да, я как раз хотел... Анимус переводит речь, чтобы она звучала более-менее современно. Анахронизмов будет немного. Я бы могла сделать речь аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Да. Пожалуй, это не для вас. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, ну, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что анимус – это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже. У вас есть чувство юмора? Извините, Дезмонт, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведем работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Где Люся? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сфотку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским. Все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Нет ли вашей цели, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Да, готовы. Подготовка, ключ к успеху. Очищайте зону от лучников и стражников. Отлично, Аль-Таир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Аль-Таир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Иерусалим. Аль-Таир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Великолепно. Работа мастера. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. За платья, ты конец! Понимаю, у тебя много дел. Интересно, куда это он? Что это с ним? Куда это он тут спешит? Но ведь этому должна быть причина. Он точно кого-нибудь убьет. Куда он пошел? Как можно быть таким беспечным? Наверное, опасно. Иерусалим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я! Я! Кого он бежит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА